14 мая 1897 года Курск был взбудоражен. В город привезли знаменитый и единственный аппарат живой движущейся фотографии. В тот день сотни горожан узнали, что такое кино. Правда, тогда это было всего лишь видеоизображение, без сценария, жанра и даже звука. Тот легендарный примерный сеанс состоялся в здании городского театра. В 2012 году он более известен как Центр духовной культуры имени Щепкина. Спустя 115 лет в этом здании по-прежнему показывают кино. Теперь исключительно духовное. Особое внимание уделяется картинам Никиты Михалкова. Поговаривают, что он имеет тесные связи с Центром культуры имени Щепкина. Гораздо веселее здесь бывает во время танцевальных баллов, которые устраивают в одном из залов. Дискотеки и мировые кинопремиры в прошлом. Сейчас в бывшем кинотеатре возрождают традиции. Легендарное здание находится у православного центра в аренде до 2016 года. Поэтому в будущем имеет все шансы вернуться к своему первоначальному предназначению. Кинотеатр «Спутник» тоже несколько раз менял профиль работы. Здание, расположенное на магистральном проезде, построено еще в 1954 году. До 1976 года оно принадлежало хлебной базе. Здесь располагались библиотека, почта и кинозал. Пока этот комплекс не перепрофилировали в кинотеатр. В 1994 году «Спутник» стал центром досуга, как и остальные шесть муниципальных кинотеатров. До сих пор здесь показывают фильмы, организуют творческие встречи и дематические праздники. По неофициальной информации, Курск – единственный город в России, где все имеющиеся кинотеатры без потерь пережили 90-е. Некоторые из них в это время только появились. Например, центр досуга «Ассоль», расположенный в микрорайоне КЗТЗ, построили в 1990 году по проекту известного архитектора Марка Теплицкого. Этот кинотеатр полностью ориентирован на юного зрителя. Основные его посетители – это школьники, которых приводят сюда группами. Зрительный зал на 146 посадочных мест может вместить 5 классов. Этому центру досуга принадлежит несколько нововведений. Например, здесь впервые в новогоднюю ночь организовали праздничные гуляния, а в 2005 году на площади перед кинотеатром 1 июня отметили День защиты детей. В том же году центр досуга посетили режиссеры Сергей Говорухин и Марлен Хуциев. Вояж по родине они совершали вместе с картиной «Люди 41-го года». Кинотеатр «Родина» – самый современный и модернизированный из всех своих муниципальных коллег. Два года здесь велись ремонтные работы. Обновленное здание открыли 2 декабря 2011-го. Этот кинотеатр идет на ногу вместе с остальным миром и стабильно показывает большинство мировых премьер, в том числе и в модном формате 3D. Это первый муниципальный кинотеатр, который работает не на советском оборудовании, а оснащен по последнему слову технике. После ремонта здания обшарпанные коридоры превратились в фойе в стиле хай-тек. В кинотеатре работает кафе. Зрительный зал рассчитан на 228 человек. Как и во всех современных кинотеатрах, места делятся на категории поп, вип и лав. Кроме того, это единственный муниципальный кинотеатр, где предусмотрено несколько мест для инвалидов. Операторская комната изобилует новейшими аппаратами для просмотра фильмов. В отличие от других центров досуга, в родине кино показывают с цифрового носителя. Это обеспечивает более высокое качество, да и вообще избавляет от лишних хлопот. Для сравнения мы посмотрим, как транслируют картины в кинотеатре «Юность». Киномеханик по старинке наматывает ленты на бобины и крутит их на громоздком устройстве. Мировые блокбастеры привозят сюда в больших металлических футлярах, где смотана пленка. Перед тем, как запустить фильм, с кинолентой нужно еще повозиться. Тем не менее, «Юность» не отстает от родины в плане яркой афиши. Здесь показывают большинство новинок мирового проката только без формата 3D. Кинотеатр «Юность» молот не по годам, а по названию. В этом году ему исполнится 45 лет. Это один из самых миниатюрных кинотеатров в городе. Он состоит из небольшого фойе, уютного кафе и одного зрительного зала. Зато именно здесь самый большой экран в Курске. Еще одной его отличительной особенностью являются места повышенной комфортности, где есть столики с диванами и мягкой подсветкой. Именно эта особенность привлекает сюда молодежь. За невысокую цену в «Юности» можно устроить романтический ужин прямо в зрительном зале. В кинотеатре «Мир» тоже есть уютное кафе, только оно несколько лет не работает. Просто некому продавать попкорн и лимонад. Теперь здесь проводят форумы, связанные с кино. На них собираются руководители центров досуга и сотрудники управления культуры. По праздникам сюда приглашают детей или ветеранов, а юные музыканты играют на красном пианино. В кинотеатре крайне мало случайных посетителей. В основном это местные школьники, которых приводят сюда учителя. Показывают только российские картины. Те же, что и в других центрах досуга, не считая родины и юности. Красивое здание, построенное в 1962 году, как снаружи, так и внутри, не использует весь свой потенциал. В фойе даже поставили стол для настольного тенниса. Может, хотя бы он привлечет сюда молодежь. Такую же приманку взяли на вооружение в кинотеатре «Сказка». Час игры в пинг-понг здесь стоит 40 рублей с человека. В отличие от того же мира, этот центр досуга не жалуется на отсутствие посетителей. Северо-западный микрорайон вообще оживленный. Да и сказывается соседство с библиотекой и детской школой искусств номер 7, с которыми «Сказка» тесно сотрудничает. Здание построили в 1990 году. Раньше оно было единственным учреждением культуры в этом округе. В зрительном зале, рассчитанном на 150 человек, до 8 часов вечера транслируют российские фильмы. В советское время кинотеатр «Восток» был одним из самых посещаемых. Кого из знаменитых артистов здесь только не было. Они приезжали в это здание и презентовали фильмы, в которых играли главные роли. С тех светлых времен остались лишь фотографии и записи в гостевой книге. Свои благодарности оставили и уже покойный Михаил Пуговкин, и ныне здравствующий Леонид Ермольник. «Восток» открылся в 1962 году. Есть версия, что название он получил в честь первого космического корабля, успешно совершившего полет с Юрием Гагарином на борту. Свой полет кинотеатр «Восток» уже завершил. Здесь уже год не показывали фильмы, и, скорее всего, этого больше не произойдет. Здания дают концертной организации. Кино на большом экране можно увидеть не только в тех зданиях, где мы уже побывали. Например, пару лет назад в драматическом театре имени Пушкина стали показывать не только классические пьесы, но и мировые блокбастеры. И этот эксперимент продолжается до сих пор, правда, кино в театре транслируют всего пару раз в месяц. Другое дело около 50 сеансов, 10 разных фильмов, 7 кинозалах. О кинотеатре, который располагается в этом торговом центре, знают карты, в отличие от той же «Ассоли» или «Спутника», где посетители бывают так же редко, как и мировые кинопремьеры. Субтитры создавал DimaTorzok